Работу налоговых органов сегодня обсудили кубанские парламентарии. На 33-й сессии ЗСК с отчетом выступил руководитель краевого ведомства Алексей Семенов. По его словам, налоговые поступления в казну почти на 40% формируются за счет НДФЛ. Плюс еще 19% налог на имущество. Это самый высокий показатель в России. По основным налоговым доходам краевого бюджета достигнута положительная динамика по отношению к 2013 году. В этом году способствовали этому и результаты контрольной работы налоговых органов, дополнительно обеспечившие в 2014 году поступление в краевой бюджет почти 3 миллиарда рублей. Однако показатели могли бы быть еще больше, отмечают в краевой налоговой службе. В конце прошлого года региональная казна не досчиталась почти 11 миллиардов рублей. Такую сумму задолжали государству предприятия банкроты и неплательщики имущественного налога. В условиях кризиса, когда на счету каждый рубль, ситуация недопустимая, считает Александр Ткачев. Все налоговые поступления для региона сейчас крайне необходимы. Необходимо мобилизовать работу по недоимке, по нашим банкротным предприятиям. Конечно, теневой бизнес, зарплаты в серую. Мы прекрасно понимаем, что процентов 10, 20, а может быть и 30 в некоторых территориях – это те доходы, которые сегодня им поступают в виде налогов по разным причинам. И, конечно, налоговой службе, безусловно, нужно мобилизовать все свои усилия. Естественно, административным, правоохранительным органам. Тем более в условиях кризиса, как никогда, нам нужны доходы. Я считаю, что ресурс нашей налоговой службы, ресурс правоохранительной системы, естественно, административной, депутатского корпуса придет к тому, что мы действительно выполним план, задания по доходам консолидированного краевого бюджета. И более того, будем иметь рост ВВП. И, конечно, это отразится, безусловно, на качестве жизни.